Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Ибо эти действия нарушают пост, и эти действия делятся с точки зрения шариата на два вида. Действия, которые нарушают пост и требуют только возобновления поста, то есть восполнения поста, но не требуют искупления. И действия, которые нарушают пост, но помимо нарушений, они требуют как восполнения пропущенных дня поста и еще и искупления, которое называется кассара. Поэтому сегодня мы будем об этих вещах с вами говорить. Итак, первое действие, которое нарушает пост, это употребление питья и еды, то есть употребление пищи, одним словом. Если человек, мусульманин, в длинное время суток, во время поста не сдержался или какая-то причина была, то есть здесь имеется в виду именно заведомо зная, он специально взял и что-то выпил, там стакан воды, глоток воды или что-то съел, какой-то кусок, даже кусок хлеба, может быть, какую-то конфетку он съел, то есть в его желудок попала пища, все, его сегодняшний день поста нарушается. Но это не значит, что он должен сегодня целый день есть, он должен все равно пост довести до конца. Но на него возлагается када, када означает восполнение, то есть после Рамадана, до следующего Рамадана, за то, что он нарушил этот день поста, он должен его восполнить потом. Но вот в отношении этого действия, употребления пищи во время поста, мнения ученых разошлись. Например, Абу Ханифе, то есть основатель ханафитского мазхаба, имен Малик, основатель маликидского мазхаба, они сказали следующее, если человек употребил пищу, заведомо зная, что его употреблять нельзя во время поста, то пост его нарушается, он обязан этот день потом восполнить, плюс на него возлагается кафара искупления. Искупление. И искупление, три вида искупления существуют в исламе. Первое искупление – это освобождение раба. Второе искупление – это 60-дневный пост, при том подряд постимся 60 дней. И третье – это накормление 60 бедняков. При том, эти три вида искупления не на выбор, а по возможности. Например, человек нарушил пост, взял и что-то съел. Утром это было, днем это было, предвечернее это время было, он что-то съел или что-то выпил. С точки зрения ханафитского и маликидского мазхаба, с точки зрения всех мазхабов, его пост нарушается. Но с точки зрения ханафитского мазхаба и маликидского мазхаба, он еще обязан искупиться за этот совершенный поступок. То есть он обязан сначала, если у него есть возможность освободить раба, потом, Аллах, простите ему этот грех. Если нет возможности освободить раба, он должен потом два месяца подряд поститься. И если у него нет возможности два месяца подряд поститься, он обязан накормить 60 человек. Тогда, иншаллах, Аллах, субханаху айтаря, простите ему тот грех, который он совершил, употребил пищу во время поста. Вот это вот мнение двух ученых, имама Абу Ханифы и имама Малика ибн Анаса, которые сказали, что такое действие требует искупления. Но остальные два имама, имама Шафи и имам Ахмад ибн Ханбал, сказали, что еда и питье нарушают пост, но они не требуют искупления. Достаточно лишь этот день потом после Рамадана восполнить, но кафара делать не надо. Второе действие, которое нарушает пост, окончательно нарушает пост, и оно требует искупления с восполнением. В этом вопросе все четыре мазхаба единогласно сошлись во мнении, это половая близость. Если мусульмане, мусульманка, мусульмане, муж и жена во время поста, в длинное время суток, совершили половую близость, вступили в половую связь, то пост нарушается однозначно, плюс после Рамадана они должны этот день восполнить, и плюс на них возлагается вот это искупление, а искупление три вида, их уже мы с вами перечистили, притом они не на выбор, а по возможности. На это есть один хадис, я его кратко процитирую, или расскажу его смысл. Хадис заключается в следующий хадис. Однажды к пророку, алейхи салям, подошел один бедуин и сказал, о посланник Аллаха, я погиб. Пророк спросил его, а что случилось? Он сказал, я совершил половой акт со своей женой во время поста, во время Рамадана. Посланник Аллаха спросил его, ты можешь освободить раба? Он сказал, нет, я не в силах. Тогда пророк сказал, а ты можешь накормить, а ты можешь поститься 60 дней подряд? Он сказал, нет, я не в силах. Тогда пророк сказал, а ты можешь накормить 60 человек? Он сказал, нет, я не в силах. То есть он был очень бедным человеком. Тогда пророку принесли, как садака, большое, как хадия, как подарок, корзину с финиками. И посланник Аллаха дал эти финики этому человеку и сказал, на, иди, накорми 60 человек за то, что ты вступил во время Рамадана в половую связь с твоей женой. Он удивился и сказал, о, посланник Аллаха, есть ли в Медине кто-нибудь беднее меня? Тогда посланник Аллаха улыбнулся, вручил ему эти финики и сказал, иди, ешь сам и накорми свою семью. То есть вот три вида искупления здесь существуют. И здесь именно упоминается, что половая близость нарушает пост и она требует непременного искупления. И искупления трех видов по возможности, либо освобождаем раба, есть или нет возможности освободить раба, 60-дневный пост, есть или нет на то возможности, опять-таки, может, здоровью человека не позволяющий. То же накормим 60 человек тогда. Это действие, которое человек может совершить во время поста, иншаллах, Аллах Всевышний простит. Третье действие, которое нарушает пост, это умышленный вызов рвоты. Если человек умышленно вызвал рвоту, как говорится, грубо говоря, два пальца в рот и вызвал рвоту, то пост его нарушается. Но он обязан только восполнить этот день, когда он нарушил свой пост, но искупления нет. То есть этот вид нарушения поста не требует искупления, он требует всего лишь восполнения. Потом, после Рамадана, до следующего Рамадана, он этот день восполнит, ибо на то есть хадис, посланник Аллаха, который сказал, кого вырвало. То есть человек вырвало его не по собственной желанию, то есть он, может быть, укачало, по какой-то причине его вырвало. Он не принимал в этом участие, просто так случилось, то случайная рвота, она не требует ни искупления, не требует ни восполнения. Для него ничего нет. Дальше пророк говорит, а если кто-то сам вызвал рвоту самостоятельно по какой-то причине, и желудочный сок, и все, что было в желудке, вырвалось у него, вышло изо рта, то этот человек обязан в конце, после Рамадана один день поста восполнить, ибо это действие нарушает пост. Четвертое действие, которое нарушает пост, это начало менструального цикла у женщины и роды у женщины. Как только начинаются роды, все, пост прекращается. Как только женщина беременная во время поста, если у нее отошли воды, и она начинает рожать, все, она прекращает пост, ибо поститься уже нельзя. И только после Рамадана, до следующего Рамадана, сколько дней у них они не постились, столько дней они восполнят без искупления. Пятое действие, которое нарушает пост, это так называемое нарушение или изменение своего намерения. Мы с вами еще в начальных уроках говорили, что одним из условий поста является намерение. Намерение. Так вот, если человек, мусульманин, постящийся во время поста днем, вдруг изменил свое намерение, как бы подумал, что он мысленно, что он не постится, хотя еще и ничего он не съел и не выпил, то вот нарушение или изменение своего намерения также нарушает пост, и пост человека нарушается. Поэтому не надо этого делать. Шестое, это, упаси Аллаха от этого, это вероотступничество. Если человек по каким-то причинам во время поста вдруг вышел из ислама, принял другую религию, или вообще отрекся от Аллаха стал атеистом, этот человек называется муртаддун, то есть вероотступник, и весь его пост, все его деяния нарушаются полностью. Посланник Аллах, Субхана Хуаталя, в Коране, в Суре Зумур, украшение, говорит такие слова. «Ля ин ашратте, ля яхбитан на аналю» – «Если ты предашь мне сотоварищей, то все твои деяния, которые ты совершил до этого, они аннулируются, они исчезнут». И пост тоже самое. Поэтому не дай Аллах, как говорится, совершить кому-либо такое действие. Упаси Аллаха от этого, храни Аллах нас мусульманами до конца наших дней. Седьмое действие, которое нарушает пост, это умышленные, ну, скажем так, по-арабски называется это «инзаль уль-мани». Я искал ему аналог в русском языке, ну, примерно такой, это умышленные, скажем так, испражнения спермы. Путем, либо через путем анонизма, либо путем, как бы, вот именно прелюдии, когда человек именно, вот, мы уже говорили с вами об этом, что эти действия порицаются делать. Например, там, человек обнимал жену, целовал жену и возбудился, и он, как говорится, у него был, как говорится, в испражнении спермы. Это нарушает пост, но оно также не требует искупления. Если было произвольное, как говорится, умышленное испражнение спермы, то нарушается только этот день. Человек после этого, до следующего рамадана, обязан восполнить этот день, но искупление этот вид нарушения не требует. Восьмое, что нарушает пост, это прием лекарств через ухо или через глаз, потому что ушная раковина и глазные раковины, они связаны с пищевым трактом, да, и есть вероятность, когда капаем капли в уши или капаем капли в глаза лекарства, они могут попасть через каналы в желудок, а это уже нарушает пост, поэтому нужно этого избегать возможностей. И девятое, что нарушает пост, это прививка, как подпитка организма. То есть, например, когда человека колят всякими глюкозой, сахарозой, то есть витаминами, как поддержка организма для того, чтобы человек подпитывал, чтобы организм человека получал энергию вот таким образом. Это все равно, что принимать пищу. Поэтому такие виды прививок, которые, то есть прививки, где через внутренние и внутренние, в основном они, то есть это когда колят такие глюкозу, сахарозу или какие-то другие витамины, эти прививки также нарушают пост. И десятое, что нарушает пост, это кровопускание. Хотя, например, в ханафитском масхабе считается, что кровопускание не нарушает пост, но в остальных масхабах, в частности в ханбаритском масхабе, приводится хадис, это хадис достоверный, посланник Аллаха сказал такие слова, «Афтараль хаджиму вал махджум», что означает, как бы, ну, пост нарушился и у того, кто делает хиджама, кровопускание, и тому, кому делают кровопускание. У обоих этих людей нарушается пост, если они один другому делают хиджаму, нарушается пост, и того делающего, и тому, кому делают. Поэтому по возможности надо избегать хиджамы во время поста. Ночью после ифтара можно делать длинное время суток, нужно этого избегать, ибо эти вещи, действия нарушают пост. Но вот это последнее, то же самое, кровопускание, оно не требует искупления. Искупление, если взять все масхабы, единогласно сказали только одно, искупление требует только половой акт. Если во время поста мусульманин совершил половой акт, то пост нарушается, он после Рамадана обязан восполнить этот день плюс искупление. Все остальные нарушения не требуют искупления. Ну, кроме еды и питья, здесь ученые-ханафиты и ученые-ханалекиты сказали, умышленные употребления еды и питья равны половому акту, и они тоже требуют искупления. Но это мнение только двух ученых. Остальные ученые, или, скажем так, Джумхур, большинство ученых говорят, что умышленные употребления еды и питья во время Рамадана нарушают пост, но не требуют искупления. Но я прошу Всевышнего Аллаха, чтобы Аллах отдалил нас от всех этих действий, чтобы Аллах дал нам сознание, чтобы мы в здравии знали эти действия и не совершали их, ибо мы обязаны дорожить нашим постом и довести его до конца в благочестии, довести его до конца, до последнего дня Рамадана в благонравии, соблюдая все ритуалы, соблюдая все необходимые действия, чтобы избегать каких-либо нарушений. Я прошу Аллаха, субхану и ахуата, дать нам силы, и чтобы, прошу Аллаха, также сделать наш пост благословенным, красивым, благодатным и полным. Ассаляму алейкум, ва рахматуллахи, ва баракату.